11 мая с 6 утра подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из артиллерии и минометов по армянским позициям, расположенным в направлении села Сотк. Подразделения вооруженных сил Армении приняли соответствующие защитные профилактические меры. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны, по сообщениям Минобороны, четверо раненых. Состояние двух раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное двух средней тяжести. На данный жизни раненых военнослужащих ничего не угрожает. Азербайджанская сторона сообщила об одном убитым и одном тяжело раненым военнослужащим. Минобороны и Министерство здравоохранения Армении сообщили также об обстреле машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего. Ведомства подчеркнули, что такие проявления противоречат всем международным гуманитарным законам, также военным законам и должны быть решительно осуждены. Провокация, развязанная азербайджанской стороной на границе с Арменией, еще раз доказывает непрекращающуюся политику Азербайджана по оказанию давления на армянскую сторону с помощью сил и угроз. Обстрел армянской позиции машины скорой помощи эвакуирующей раненого солдата свидетельствует о неизбирательных действиях Азербайджана и попытке диктовать свои условия армянской стороне в переговорном процессе, заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян. По произошедшему инциденту выступил МИД Армении с заявлением, это очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права неприменения силы или угрозы ее применения. Являются свидетельством презрения азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе к обязательствам, взятым в трехстороннем заявлении в Сочи 31 октября 2022 года. Эти действия Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации, являются также явным пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, запланированным в Брюсселе и Москве встречам усилиям международных партнеров, заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале заседания правительства 11 мая сообщил, что активные обстрелы со стороны азербайджанских военных в Сотке уменьшились благодаря эффективным и адекватным действиям армянской стороны, подчеркнув, что, как бы не снизилась напряженность ситуации, нельзя считать стабильной. Азербайджану переговорный процесс нужен только для того, чтобы получить повод для войны и эскалации. Это происходит сейчас, заявил Пашинян. По его словам, Минобороны Азербайджана выдумал эффективную информацию о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня армянской стороной и тем самым подготовила почву для эскалации. Его цель – свести на нет переговорный процесс. Контакты президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне нового обострения между Ереваном и Баку в настоящий момент не планируется, сообщил в четверг журналистом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Мы, конечно же, ожидаем от сторон сдержанного подхода и призываем не предпринимать каких-либо действий, которые могли бы вести к росту напряженности. Мы продолжим наши контакты с Баку и с Ереваном, заявил Песков. Съемочная группа CivilNet выехала в Гигаркуникский Марс, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Подробности эскалации будут предоставлены в репортаже позднее.